Привет, мои дорогие! Я лежу, вот-то у нас такое лето! Вот так проходят наши встречи в клубе «Лучшая жизнь» Мерсине. Друзья мои, сегодня, пока мы сидели с девчонками и разговаривали, вот эта молодая пара вообще вызвала у нас недовольствие, возмущение. Они так себя вульгарно ведут, так вульгарно ведут. Парень с девушкой накинули на голову свитер и целуются. Посмотрите, вот сидят. Никакого нет уважения, никакого стыда. Вот даже взрослые проходят, смотрят на них. Вот такое тоже бывает здесь. Какие-то легкодоступные девчонки, видите? Вот так вот они бесятся, крутились, мутились, потом подошли нагло к нам. Говорят, у вас есть вода, а у меня вода, моя личная, которую я пью с бутылки. Я сказала, нету. Я говорю, вот там впереди кафе, вы идите. Вели себя вызывающе. Такое, кстати, у меня первый раз в жизни. Ну вот, сидят и целуются. Вот так вот. Такое тоже бывает. А на набережной идет активная подготовка на вероги. Я, как всегда, на велосипеде. Покажу вам все красоты. Даже я не и катаюсь. Дракон почти-почти готов. Красота. Кругом флажки, друзья мои. Здесь, помните, ничего не было, а уже такие бабочки появились. Я извиняюсь, я катаюсь. Мустафа, Кемал Паша. Сцены приготовили там. Уже несколько я видела. Едем дальше. Вот сцена. Парк такой красивый. Ой, сколько Вашингтонов. Вы знаете, я ищу грейпфрукты. Нет, это не Вашингтоны, это лимоны. Лимоны и грейпфрукты. Какой-то велосипед я сегодня взяла неудачный. Ну все, мои дорогие, вы видите, какая красота. Завтра покажу вам все остальное. 10 минут как забежала. Быстро достала тесто. Включила духовку. Заварила чай. Вот такая колбаса. Посмотрите, мы уже, я ее съела почти. Я ее иногда жарю с яичницей. Очень вкусная. Цены я не знаю. Я вам потом расскажу все полностью. Вот тут у меня сыр есть. Помазала кетчупом. Сейчас буду готовить пиццу. Но что я могу добавить к пицце? Как раз у меня один болгарский красный перец. Так. Вот остатки роскоши у нас, видите, до понедельника. Самое главное. Мы сегодня с вами попробуем эту колбасу положить сюда. Но мне, конечно, мы еще не съели. Вот сыр возьмем, если не хватит. Вот масло еще, которое нам передали в посылке. Я вижу, что вам очень понравилось. Вы так много писали. Как и что. Могу вам сказать, что Оля сама проживает в России. И у нее есть связи в Анкаре. И женщина с Анкары занимается этим делом. Татьяна ее зовут. То есть Оля, она только платит деньги. И поверьте, что это немалые деньги. Просто за все то, что вы видели, она заплатила, Олечка, 2400 лир. И еще я забыла вам сказать, Оля купила 2 литра нам вина. Сейчас я теперь покажу. Вот такое вино, друзья мои, делает Татьяна. Литр стоит 200 лир. 400 лир она заплатила за вино. Вот у нас 2 бутылки, мы не пьем. Две бутылки вина, говорят, из, знаете, какой, культурной сливы. Культурная, да? Не знаю, какая это. Культурная слива. Вот такое вино нам еще передали. 400 лир только сюда. А 2000 получилось за куры, утки, перепелки, яйца и так далее. Разрезала эту колбасу. Смотрите, эта колбаса куриная. Порезала ее так и эту добавила. Сверху посыплю сыром. Намазала, естественно, кетчупом. У меня уже подготовлен сырочек. Вот так аккуратненько распределю. Много-то, в принципе, не нужно. Вон на пиццу Светлана килограммы набрала. Пицца, пицца. Но самое лучшее действительно сейчас раз. И муж будет доволен. Он как любит мою пиццу. Раньше я не готовила. Потому что, ну, ни с чего и было. А сейчас вот эту мясную нарезку нам присылала Ольга. Это уже она заказывала у другой там девочки. То есть она, находясь в России, имеет со всеми связи. И вот так всем делают подарки. Не только я. Такой вот человек. Это мой настоящий ангел мой. Ангел мой хранитель. Я никогда не думала, что есть такие люди. Ну, мне много делали посылок, присылали, да. Я благодарна этим людям. Но это чересчур очень. Такая помощь. Просто так. За то, что я есть. За то, что я что-то ответила. За то, что я подсказала. Этот человек решил сделать моей семье приятной. Вот так вот. Вот такие вот люди тоже есть. И вы у меня хорошие. Вот. Видите? Сейчас сверху это. Болгарский. Он очень вкусно. Очень вкусно получается. Даже, мне кажется, уже не буду сверху. А, посыплю. Потрушу перчиком. И все. И не буду больше сыра. Достаточно. Вот. И в духовку. Стою 200 градусов. По-моему, 10-15 минут. Можно больше чуть-чуть. Смотрите. Вот моя пицца. Готова. Вот такая красота колбасная получилась. Здесь я заварила еще чай. Мята и шалфей. Чай готов. Сейчас будем завтракать. Приятного аппетита. Вот такая пицца. Готовьте с любовью. Какой красивый я нарисовала рисунок. А вчера вот. Треугольники. Это удался мне намного сложнее. Но до сих пор я чувствую боли в сердце от этого рисунка. Не знаю, с чем это связано. А вот звезда моего инструктора. Такие красивые карандаши. Я просто с ума схожу за ним. Никогда не думала в детстве, что у меня будет столько карандашей. В детстве у меня не было столько. Благодарю вселенную Бога за то, что у меня есть возможность сейчас красоту наводить. Друзья мои. Я такая счастливая, что я научилась этому. Это карандаши Фабер Кастел. Шикарные. Это не Фабер Кастел. Я вам показывала уже другие. Вот уже неплохо пишут. 48 цветов. Ну вот, мои дорогие. Вот так прошел мой день. Заканчивается первый урок. Я сегодня подытожила. Сейчас вот этот рисунок отправлю на супервизию. И буду ждать результаты ответа. Остальное будет все попозже. Спокойной ночи. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok